Музыка Лихорадочное ощущение Мандраж в руках, в ногах Лето на исходе Всем известно, что это самое благоприятное время Попытать счастье в поимке Речного, дикого сазана Что еще нового можно рассказать Об этом дедовском способе ловли Казалось бы, уже все пережевано Тысячи раз Но как бы там ни было И по сей день явно существует какая-то магия Позволяющая одним ловить А другим сезонами напролет Ждать поклевки достойного соперника Особенности заключаются прежде всего в чем Есть два вида груза Так называемая биточка Или как ее называть Само строение, конструкция макушатника Позволяет бросить его достаточно далеко Именно вот такой Когда макуха Прилипает к грузу И она компактная И за счет этого она летит далеко Ну и конечно же пару слов О леске, крючках, удилище и катушке Требование, чтобы она была крепкая Чтобы ты был уверен в том Что короб ее не порвет Ну и соответственно крючки Не карповые крючки Это крючки, которые ловят Как бы на данный момент любую рыбу 65-62 года катушка Еще знак качества Да она не убиваемая Советская, это автомат калашника Наша снасть укомплектована Правильная макуха заранее напилена В общем нет препятствий для начала рыбалки У нас специальная петля Которая держит макуху Разные способы ее изготовления Ну по мне это самый удобный вариант В связи с чем Она легко разводится Легко стягивается Вот стопорный узел Не дает ей затянуться до конца Коропятники, которые Ну имеют об этом представление Знают, есть узлы, которые Просто не растянешь А если ты ловишь ночью А это он щелк И все Затянули И вставляем два крючка Подходящее время Нужное место Осталось дело за малым Дождаться поклевки Трудно снимать сутки напролет Для фиксирования момента истины Поэтому нарываясь на критику Применил легкую хитрость В постановочной съемке Уж очень хочется показать Как выглядит поклевка в действительности Мне ж надо, блядь, и снимать И подсаку тебе давать Заводи Да, вот такие у нас водятся в Днепре пока еще К сожалению, не часто Но тем не менее Хороший, хороший Хороший поросен Жалуются рыбаки На то, что меньше стало сазана в Днепре Но тем не менее Самые опытные Пока еще могут подобрать ключик К этой редкой И очень красивой рыбе Стоит уточнить Что правильнее этот вид Называть серебристым карасем Или буфало Они встречаются В больших и малых реках В замкнутых водоемах Да и практически везде Одна из самых неприхотливых Пресноводных рыб В этом видео Буквально идеальные условия Прозрачности воды Позволяющие детально рассмотреть Особенности мест обитания И поведения карася В естественном водоеме Бассейна реки Днепр Если речь не идет О сезонных миграциях Как правило Караси выбирают Спокойные места Бессильного течения Водная растительность Должна быть не густой Дающая возможность Маневрирования Также очень любят Караси Так называемые Окна в зарослях камышей Здесь спокойные Укромные места Теплая и прогретая вода И за счет небольшой глубины До полутора метров Всегда нормальный Кислородный режим Карась очень любопытен И часто подскакивает Выяснить причину колебаний В воде Я иногда использую В виде приманивания Карасей Обычный всплеск Ладонью на поверхности воды И буквально в течение Минуты В месте всплеска Караси начинают Водить хороводы Выясняя Откуда взялся Источник шума Есть мнение Что они воспринимают Этот звук Как звук Нереста Других видов рыб И подлетают В надежде поживиться Вкусной икрой Питается он также Червями Ракообразными Личинками Детритом Насекомыми Водорослями И прочей поживой Отметим важный факт Серебряный карась Растет быстрее золотистого И спокойно достигает Килограммового веса Хотя нередкими Являются и случаи Поимки карасей Значительно больших размеров Вплоть до 3 кг Бытует мнение Также о малоподвижности Карася Но это не совсем так Он очень хорошо Маневрирует В ограниченном пространстве Водной растительности В поисках пищи Либо в смещении От потенциальной опасности А что касается Сезонных миграций То я думаю Не стоит называть Малоподвижной рыбу Которая спокойно И довольно быстро Преодолевает Десятки километров Вниз или вверх По течению мощной реки Карась Очень продуктивен И крайне неприхотлив К условиям обитания Подчас даже полностью Вытесняя буквально Все остальные виды рыб В замкнутом водоеме А в общем Очень красивая Сбитая Шустрая И довольно вкусная С гастрономической точки зрения Речная рыба Всем удачи в поиске И поимке карасей Ну а скажи Какие-то есть требования К самой снасти Тонкая леска Маленький крючок Одруженное поплавок В общем место Которое есть рыба Ловить рыбу не сложно Лотва сейчас оттерлась И вот после нереста Выжор начался С рыбой Пришло время Когда рыбу можно ловить Довольно-таки успешно И без больших заморочек Ну а на дело в том Что недавно прошел дождь И это такое место Относится Так называемые Ливневки В это время Подскакивает рыба К ливневке Ну и удачно Можно использовать Такую рыбалку Это на сплав получается Да? На проводку Или как? Да, на проводку А глубина? Глубина грузчера Здесь где-то до двух метров Ну а сам способ Плавли со дна происходит Или? Да, потому что Верховодка очень много То есть фактически Крючок с наживкой Волочится под нодо Волочится под нодо Течение его подтягивает Немного, да? Течение слабое В основном ветер больше Если вы с утра Закрыжили И рыба начинает Отзываться То есть нет смысла Ее прикормливать дальше Как только рыба Перестает отзываться Начинается Опять прикормка Ну я так понимаю В плане самой прикормки Особо не заморачивайтесь То, что есть, да? Ну а все-таки А все-таки А вообще Если по-серьезному Если хорошую рыбу ловить В принципе Чем кормишь На то и ловишь Если, например, Меща Ловить То в основном Используют То, чем кормят Ну это Рыбак Использует Как бы свой Конкретный Леумение Или как бы Способ Ну а сегодня В данном случае Какая прикормка у вас? Что там? В как же состав вошло? Макуха Макуха? Остатки сухарей Так Много глины Ну и Мелкий опарыш Немного И стандартно Замешанная На речной воде Да Ну само собой Один на день Не приходится И как бы Ну Речь не идет О том Что в большом количестве Тут его невозможно Наловить Тут сам прикол Плотва стандартная Мелкий Или жемчужный Как его Да Солнечный Жемчужный Кто там Как его называют Ну Достаточно часто Пусть трофеи Будут попозже Ну это тема Отдельной Рыбалки На короб Да Да Мы ожидаем Когда она Наконец-то Подойдет Редактор субтитров